Сегодня волонтеры, егеря, рейнджеры охотничьих хозяйств совместно с членами зеленой партии Байтак собрались для проведения организации подкормочных площадок. В данный момент идет сбор всех членов общества для того, чтобы вместе выехать в горы и помочь животным перезимовать. Первая группа волонтеров, сейчас начнем початку для подкормки копытных, кабан-косудо-свином. Вот кормовая площадка в охотничьем хозяйстве, егерь охотничьего хозяйства, член партии Байтак. Вот так выглядит солонец, здесь же видно все схожее, вот наши ребята-волонтеры, члены Казахстанского общества охотников-рыболов. Донесли, сейчас будем кормить. 7 января 2023 года, православность с Рождеством Христовым, идет мероприятие по подкормке диких животных. Организована зеленая партия Казахстана Байтак, это охотничье хозяйство, волонтеры-охотники. Просто неравнодушные люди приехали, и вот мы сейчас затаскиваем корм для того, чтобы подкормить животных в зимний сложный период, когда бескормятся. Кукуруза в початках, излюбленное лакомство. Фазан, косуля, кабан, основные потребители. Обязательный элемент на кормовых площадках, это фотоловушки, которые позволяют охотоведам определять численность животных. Ну, видно, вот все здесь исхожено, ископано. Старые початки. Причем, все работы, связанные с биотехнией, подкормка, осуществляются на постоянной основе. Кстати, очень интересный факт, здесь после нескольких лет охраны мероприятий появился среднеазиатский дикобраз, ну, правильно сказать, индийский дикобраз. Это краснокнижный вид, и вот тоже, в том числе, и на эту подкормочную площадку приходится. Установка фотоловушек для охотничьего хозяйства, это необходимый элемент, который дает егерям, обществу, то есть, понять полово-разрастной состав диких животных, количество животных. Ну, и самое главное для егерей, поимка браконьеров на фотоловушке, которые ходят по нашим следам. Ну, как-то так. Гипсом давай. Шатка пушистая. А, зимняя. Следующий этап, это подкормка пернатых, ячменем, в первую очередь фазан. Здесь, в предгоре Зайлищского Алатау, обитает особый вид, семереченский фазан. Птицам, конечно, тяжело переносить сложные зимние условия, поэтому выбираются вот такие площадки, свободные от снега, под кустами, где они питаются, и высыпается корм. Вот такие места отлично подходят для подкормки пазанов в гуще кустов, где поменьше снега. Засыпаем под самое дерево. Зеленая партия Казахстана. В данный момент я участвую в организации подкормки диких кабанов в Каракастеке. Я считаю то, что правильно меньше говорить и больше делать для страны. Как говорил Джон Кеннеди, не спрашивая, что страна сделала для тебя, спроси, что ты сделал для страны. Сегодня в биотехнических мероприятиях работает 5 групп у нас на разных участках. На себе затаскиваем корм, кукуруза в первую очередь, кабан, потом косуля. Интересно, что здесь в прошлом году в Каракастеке была успешно проведена реинтродукция кабана. Когда-то здесь кабаны водились, но потом их уничтожили. И вот в прошлом году мы заселили сюда большую семью, порядка 40 животных, которые успешно здесь адаптировались. И в данный момент создали уже устойчивую популяцию. Генеральной целью такого природопользования, охотничьего хозяйства, является сохранение и увеличение природных богатств, в первую очередь животных ресурсов. Рациональное использование – это основа устойчивого развития будущего Казахстана. Партия Бальтак, партия реальных дел!